Ребят, всем привет! У нас дождь целый день. Я сегодня мечтала побыть дома. Один из таких дней, ну просто очень хочется посидеть дома, свернувшись с калачком, привести себя в порядок, почистить пёрышки. Вот сегодня я попыталась этим заниматься. После ванны попыталась сделать какую-то прическу, укладку. И вот что у меня происходит на самом деле. Пыталась ногти свои подлечить. Знаете, ногти и всё вообще требует ухода определённого и времени, конечно же. Но у меня вот такая вот собака. То есть он похож на таких детей или, может быть, людей, которые сделают всё, что угодно, лишь бы получить своё. То есть, если он видит, что действительно на улице очень противно и мокро, иной раз его муж даже утром не может вытащить на улицу. Говорит, Бусик вышел и зашёл. Но если он видит, что более-менее и можно прогуляться, он от меня не отходит. Он меня, извините, запукает. Причём мы на заднем дворике уже раз десять были сегодня. Когда он увидел, что я не реагирую, он просто сел и вырвал мне на коврик. Два раза. Понимаете? Не куда-нибудь, а на коврик. И вот посмотрите, что он творит. Он не отходит от меня. Он уже около моей ноги. Видите? Не отстаёт. Вот. И, знаете, я сейчас слушаю на YouTube разных психологов и думаю, к какому типу вот этого рыжего хрена можно отнести. Ну, нарцисс — это точно. А дальше я подумаю, какие ещё дать ему определения. Мне придётся идти погулять. Тем более, что я сегодня мечтала расслабиться даже от YouTube, поскольку у меня вчера муж выступал в главной роли. Пока я возилась на кухню, он пришёл ко мне и начал рассказывать всякие интересные истории, которые я сейчас смонтирую, когда вернусь с прогулки. И надеюсь, что вам будет интересно. Люди, трындец. Посмотрите, что на дороге. Это змея. Только что машина проехала, её раздавила. Я попытаюсь сейчас поближе подойти. Чтобы бусик её не зацепил. Стоять. Не, я боюсь даже идти. Какой-то трындец. Я не могу понять. Она мёртвая или что? Чтобы она ещё живой не оказалась. О, мой год. Да, она мёртвая. Мама дорогая. Или две их там. Я не пойму вообще ничего. Я просто боюсь подходить. О, господи. Будь сойдём. Ой, фу. Мне аж поплохело, ей-богу. Вот люди правду говорили. Всё равно жалко, что её раздавили. Какого чёрта вот они вылазят. Это я уже не первый раз вижу на дорогу. Вот в прошлом году видела, как маленькие змейки повылазили. Ну, такие белые были. А это чёрная вообще. По-моему, чёрная змея здесь ядовитая считается. Фух. У меня аж сердце заболело с перепугу. Идём по дороге, смотрю, что-то свернулось колечком. Ну, я уже как бы смотрю под ноги. Повторяюсь. Смотрю, смотрю. С перепугу. Потому что голова аж это, знаете как, адреналин стукнул в мозги. Ой, боже мой. Что ж надо. Фух. Какой кошмар. Вот они там в кустах, может, где-то живут. Вообще ужас. Бузька там любит понюхать всё. Давай, иди сюда. Вытащил он меня на улицу. Это у меня, короче, нарцисс, манипулятор, эгоист. Подбирайте ему всякие определения. Иди сюда. Всё. Стоять. Смотрите, коряга, как крокодил. Я же вздрогнула, представляете? Кто вспомнил, что это не Флорида? Как-то я потеряла кайф в прогулках. Раньше мы с бусиком ходили далеко, везде. Приятная погода, особенно когда не жарко, весной. И с тех пор, как вот меня напугали этими собаками большими, как чудак гонялся за нами, афроамериканец с двумя огромными псами, а потом кричал на нас. Го хоум! Го хоум! Потом ещё несколько таких было случаев. С той бусинкой. Вот с нашими соседями, в которых и Питбуль выбегал, и Хаски выбегала. Я уже не чувствую кайфа, понимаете? А здесь же люди ходят каждый день, одни и те же, я их вижу. Они прогуливаются, бегают каждый день. Никто их не заставляет. А мне иной раз просто нужно себя переубедить. Света, тебе это полезно. Иди погуляй, не волнуйся за собаку, всё будет хорошо. У меня, кстати, подружка была. Сейчас людей пройду. Пацаны какие-то шли. У неё такая собачка-молюска была. И они вместе ходили. Она её никогда не привязывала. И это было в Украине. Там куча бродячих собак, больших в том числе. Как-то так обходилось. Фу! Обходилось без инцидента. И вот тут, кстати, идёшь, эта змея может быть везде. Везде буквально. Так вот один раз увидишь, испугаешься. Потом, блин, ищешь себе приключения на одно место. Ведь, говорят же, мысли материализуются. Поэтому я себя убеждаю каждый раз. Света. Иди прогуляйся, послушай английский. Либо запиши видео. Полезное с приятным. И, конечно, повышается потом и тонус. И настроение улучшается. Осанку держу. Хвалю себя. Но иной раз так прям. Ну, не хочется выходить. И всё. Хочется посидеть дома. Что делать? Заменить меня некому. Поэтому иду и занимаюсь аутотренингом, да? Что всё хорошо. Полезное с приятным. Высё, стой. Спасибо. Кстати, вот здесь вот мы гуляем. Бизнес-центр. И чуть дальше арт-академия для детей. Так вот, там тоже бегала собака. Потерялась. И камеры всё это зафиксировали. У нас есть сообщение с соседями. Что происходит в других районах по городу. И такая собака. Большая довольно-таки. На питбуля. Похоже. Так что тоже здесь как-то так люди относятся к этому всему. Видите, о чём я говорю, да? У кого что болит, тот о том и говорит. У меня очевидно уже с этими собаками. Пора к психологу тоже. Я их слушаю. Нужно бы найти определённую темку. Кстати, что я хотела ещё добавить. Приходили к нам из этой системы охранной. Менеджеры предлагали доплатить 200 долларов. И, мол, все эти видео будут записываться. И, наверное, сохраняться где-то там в облаке, может быть. Муж их встретил недружелюбно. Потом меня спросил, тебя всё устраивает? Я говорю, да, меня всё устраивает. Как работает охранная система. Доплачивать ни за что не нужно. Бусь, иди сюда. Слава богу. Ну, я надеюсь, что у нас более-менее безопасно в нашем городе. Кстати, сегодня тоже видела по новостям, что из больших городов люди собирают, ну, как стараются уехать, потому что выросло и количество преступлений. Полиции не хватает. В частности, про Лос-Анджелес я слышала. 15% полицейских уволилась. Всё, когда начинали эти протесты. Начинались, когда... Вот. Когда бомбили все эти магазины. В общем, полиция сейчас не справляется. Люди стараются уехать, закрывают свои бизнеса. Так что... Никогда не знаешь, где лучше, да? Лучше, где нас нет. Я хочу жить в большом городе, а? Кто-то мечтает уехать подальше. В какую-то глубинку. Смотрите, кто там сидит. Потеряшка, может быть. Котик. Бусик её не видит. Но я ему об этом тоже не расскажу. Что я кочка видела. У меня с зонтиком падает зонт. Так вот, слушала также психологов. По поводу моего мужа. Он, оказывается, у меня тоже имеет нарциссические задатки. И то, что он, например, иногда сам в камеру лезет. И меня к камере ревнует порой. Что он пытается мной манипулировать. Вот. И ещё, что интересно. Нарциссы очень любят общаться с другими женщинами. Вот как женщину-друг, да? Я вот тоже не понимала, почему у него были эти длинные разговоры с его знакомой. Оказывается, что нарциссам очень нравится, когда их слушают, когда они дают советы, когда их хвалят. Вот я мужа тоже, конечно, хвалю. Причём постоянно. Кстати, он не щедрый на комплименты, на какие-то такие хорошие слова. Но я его этому учу. Так что тоже очень всё это любопытно. Вот как-то так я увлеклась сейчас психологией в том числе. Так, ну и что? В США сейчас проходит месяц гордости, посвящённый борьбе за права сообщества ЛГБТ. Наверное, многие слушали новости и знают, понимают, о чём я. В столице Вашингтона разукрашены дома этими яркими флагами, фасадами магазинов. И мой муж ничего этого не знал. И вот его истории будут посвящены, собственно, его пассажирам, которые мужа моего удивили. Но у меня муж советского воспитания, знаете, он был в армии. И поэтому мне приходилось даже его останавливать от некорректных высказываний. Вот смотрю под ноги, чтобы не было тут никакой чёрной змеёчки. Поэтому примите это с пониманием. Не знаю, смонтирую ли я в этом видео, либо уже в следующем видео размещу. Пусть я сюда иду. Он всё время смотрит, если машина такой формы, как у папы, всё время думает, что это папа. А я ему объясняю, что это чужая машина. Так что приятного вам просмотра. А мы возвращаемся домой. Так, иду, хочу посмотреть, или змея лежит на том же месте. Если лежит, значит, она мёртвая была. Пусть, иди сюда. Как бы нам так пройти. Все дела надо уже, каждый куст, да? Так, мне нужно взять его в другую руку. Стоять! Ну, мне интересно. Вы же рядом. Так, вот и иду, и смотрю, и смотрю, и смотрю каждый шаг свой. Проверяю машины. Что-то я змеи-то не вижу. Где-то здесь она была. А, нет, лежит. Лежит. Блин, это не где-то жабка. Вот она. Не, я не буду подходить, я боюсь. Я всё равно боюсь, это противно. О, Господи. Вчера белку на дороге тоже убитую видела. В общем, всем здоровья. Спасибо, что прогулялись со мной. У вас всё будет хорошо и даже замечательно. Чуть позже прикреплю байки моего мужа. Надеюсь, вы поставите ему лайки. Он очень вчера старался. Так, ну, хоть огород не придётся поливать. Лилии начинают распускаться. Это что, подсказываете? Это гортензия? Я надеюсь, что да. Тоже их надо или как-то подрезать. Может, это ухода всё требует. Надо будет почитать. Мелькнула статья, что надо подрезать гортензии. Всё, мы дома. Какие-то ирисы жиденькие растут у меня. И гладиолсы жиденькие. Хуенькие, как муж говорит. Хуенькие. Это что-то вылезло. Ну, посмотрим. Welcome. Короче, олень испугнул. А ветка так и лежит здесь. Вон упала, видите? Никто её не убирает. Вот здесь вот олени прям паслись. Буська на них нагавкал. Что у нас тут растёт, девчонки, мальчишки? Вон помидорчики уже. Не хочу подходить, потому что я в тапочках. Вон помидорки. Видите? А муж говорил, зачем ты покупаешь? А теперь спрашивают, ну что там, помидорчики есть? Да, помидорчики есть уже. Очень нравится мне лавандочка. Я иду с камерой, может, оленей там увижу. Мне всегда нравится их снимать. Прогнал их. Ежевичка. Я пришла посмотреть, или белки не жрут. Ну, пожалуй, одну они сожрали. Потому что я сорвала только одну попробовать. И вот, смотрю, здесь тоже пустое место. И она мне показалась кислой. Что это? Сорвать, что ли? Попробую. На компот пойдёт, а? Нежевичка. Класс. Так. Будет дождик, ещё не будет. ускат. Какой? Вот.